Большинство кальянных в Омске работают с нарушениями. Такие данные привели специалисты Роспотребнадзора. В основном жалобы поступают от жителей многоэтажек, в которых и находятся курительные заведения. На специальной пресс-конференции представители полиции, мэрии и Роспотребнадзора рассказали, как в городе пытаются бороться с нелегальной табачной продукцией. Контрафакт изымается, однако сигареты продолжают поступать в регионы с Казахстана и Белоруссии. А вот продажу жидкостей для электронных сигарет контролировать вообще невозможно. признали специалисты. Пока оборот этого товара не попадает под действие антитабачного закона, запретить ввоз могут только таможенные службы. Однако владельцы магазинов по продаже жидкости электронных испарителей уверяют, крупные поставщики сами сертифицируют продукцию. Впрочем, сейчас депутаты Госдумы предлагают приравнять так называемые вейпы к табачной продукции, а значит товар будет проверяться на внутреннем рынке. Все наши поставщики, основная часть поставщиков, так скажем, они добровольно сертифицируют свою жидкость, невзирая на то, что она не подлежит обязательности сертификации. Возникает такой вопрос, какую дозировку и концентрацию выбирает для себя потребитель. То есть, так как эту концентрацию определяет он сам. А продукты распада, которые он поглощает, являются канцерогенными и несут довольно сильный патологический эффект.